Уважаемые участники заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку, предлагаем вашему вниманию разбор заданий конкурса Listening and Reading. В первом задании вы должны были прослушать текст и выбрать, является ли утверждение, предложенное в тексте задание, верным или неверным. Первое утверждение является верным, правильный ответ A, true. Обратите внимание, в своем интервью Кэрол говорит о том, что совместная работа над книгой проходит достаточно в комфортных условиях. It works very well, говорит она, и очень важно, что есть человек, к которому можно обратиться за советом, спросить о том, что он думает насчет той или иной идеи. Поэтому данное утверждение, утверждение номер один, соответствует тексту задания. Утверждение номер два. Правильный ответ B, false. Утверждение противоречит информации в тексте. Как мы видим, не все рисунки в книжках Кэрол и Бена являются реалистичными. Какие-то из них looked semi-realistic. Утверждение номер три. Также не соответствует тексту. И правильный ответ B, false. Давайте посмотрим. Кэрол в своем ответе на вопрос говорит о том, что в разное время работа над разными задачами происходит по-разному. Где-то они вместе с Беном работают. В какой-то момент над одними и теми же задачами. А где-то она завершает одну книгу, а он уже работает над рисунками и над материалом другой. Поэтому мысль, высказанная в утверждении о том, что лучше, чтобы каждый человек занимался своей задачей, не является верной. Утверждение номер четыре. Бен и Кэрол считают, что детские книги могут быть и увлекательны, и интересны для родителей в том числе. Подтверждение этому мы находим в тексте. Где Кэрол говорит о том, что в целом, когда они работают над книгой и разрабатывают героев, стремятся сделать книгу и интересны, чтобы она удерживала интерес взрослых в том числе. Поэтому утверждение четыре является верным. Правильный ответ A. True. Утверждение номер пять. Противоречит информации в тексте. Правильный ответ B. False. Кэрол не единожды в своем интервью говорит о том, что книги не преследуют серьезной цели, и не должны преследовать серьезной цели. Создаются они для развлечения. Мы видим цитаты. It's not getting too serious. Fun. Основная задача. To make them fun for children. Утверждение номер шесть. Также противоречит информации, данной в тексте. Правильный ответ здесь будет B. False. Кэрол ничего не говорит о том, что герои детских книг иногда пугают детей. Слово frighten употребляется в интервью, но совершенно в другом контексте и по отношению не к героям, а к тексту, к тому, что напечатано в книге. Утверждение номер семь является верным. Правильный ответ A. True. Кэрол действительно считает, что в книжках должны быть максимально сосредоточены разные вещи. Вот, пожалуйста, a little rhyme, bits and pieces. Таким образом, книга становится увлекательной и удерживает интерес детей. Утверждение номер восемь. Противоречит информации, данной в тексте. Правильный ответ B. False. Кэрол как раз говорит об обратном. Она говорит о том, что we want the children to work their way through each page. Go back in the book. Ничего она не говорит о том, что книгу нужно читать от начала до конца за один раз. Как раз наоборот. Ребята могут останавливаться, find a little rhyme or something that they missed. Таким образом, возвращаться к уже прочитанному материалу. Поэтому это утверждение неверно. Утверждение девятое является верным. Правильный ответ A. True. Некоторых детей действительно отпугивает сама идея книги. You can say a book to some children and it puts them off immediately. То есть, когда книгу называют книгой, и когда дети представляют книгу как книгу, они моментально теряют к ней интерес. Поэтому-то Кэрол и говорит о том, что if you say it's a toy rather than a book, тогда the book becomes a game, и детям становится интересно. Утверждение номер десять противоречит информации данной в тексте. Правильный ответ B. False. Кэрол совершенно ничего не говорит о том, какие названия книг вообще есть. И уж тем более она не говорит о том, что у детских книг, как правило, не привлекательные, неприятные названия, сами названия произведений. В ее словах мы видим wrong name, но словосочетание the wrong name относится не к названиям произведений, а к наименованию книги как книги. Перейдем с вами к следующему заданию. Это было задание на multiple choice. Одиннадцатый вопрос. Секрет успеха Джека Ма заключается в том, что он смог найти умных людей и смог создать все условия для них, чтобы они работали вместе. Об этом он говорит. Мы это видим в тексте скрипта. When you find so many smart people, my job is to make sure that smart people can work together. Правильный ответ B. Двенадцатый вопрос. Правильный ответ A. Джек Ма действительно считает, что глобализацию нельзя остановить. Обратите внимание на формулировку самого вопроса. Джек Ма does not think that globalization can be stopped. Это правильный ответ. Безусловно, он говорит и о положительных последствиях, и об отрицательных последствиях, и о проблемах, которые принесла с собой глобализация. Но то, что он действительно не считает, так это то, что этот процесс можно остановить. Вопрос номер тринадцать. Правильный ответ C. Глобализацию. Мы видим отрезок ответа Джек Ма, который говорит о том, что сегодня у нас есть более хорошая технология, лучшие знания о самом процессе глобализации. И задача, и, в общем-то, ответственность нашего поколения улучшить этот процесс, улучшить то, что мы о нем знаем, и то, каким образом он происходит в нашем обществе, в нашем мире. Поэтому здесь правильный ответ C. Глобализацию. О коммуникации он ничего не говорит, о технологии он говорит, контекст представлен на слайде. Ответ номер, вопрос номер четырнадцать. Чему следует обучать молодое поколение? Правильный ответ B. Тому, что машина никогда не сможет делать. В своем интервью он говорит о том, что нет смысла учить наших детей соперничать и делать то, что умеет делать машина. Машина всегда сделает это более эффективно. Машина умнее, компьютеры умнее. Но мы должны все-таки учить наших детей чему-то уникальному, тому, в чем машина никогда не сможет обогнать человека, и догнать и обогнать человека. Соответственно, здесь правильный ответ B. Вопрос номер пятнадцать. Лучший возраст для того, чтобы попытаться, попытать себя в чем-то новом, это возраст от тридцати до сорока лет. Как мы видим, от двадцати до тридцати лет Джек Ма рекомендует устроиться в компанию, поработать под началом хорошего руководителя, для того, чтобы понять, как устроены все эти бизнес-процессы. От тридцати до сорока, если вы хотите чем-то заниматься, if you want to do something yourself, just do it. А вот уже от сорока до пятидесяти, you should do things that you are good at. Заниматься следует тем, в чем вы хороши, а не хвататься за что-то новое и интересное. Таким образом, правильный ответ B от тридцати до сорока. Переходим к интегрированному заданию. Вы прочитали текст о синхронистах и синхронных переводчиках и прослушали интервью с одним из них. Утверждение номер 16. Переводчики работают в парах и сменяются каждые 20 минут. Это утверждение является верным лишь для звучащего текста. Правильный ответ C. И в том и в другом тексте дается информация о том, что переводчики работают в парах и сменяются, но в письменном тексте, обратите внимание, указан интервал 30 минут. Соответственно, для письменного текста это утверждение неверное. Утверждение 17. Переводчик, который в данный момент не работает, активно помогает своему коллеге. Правильный ответ A. Эта мысль встречается и в письменном тексте, и в устном. Обратите внимание, в письменном тексте говорится о том, что коллега, который свободен от перевода в данный момент, всячески помогает и поддерживает партнера, находя документы, нужные слова, которые, возможно, забыл партнер, и необходима информация. В интервью синхронист подтверждает эту же мысль и говорит о том, что эта взаимопомощь происходит автоматически, на автомате своего рода. Каждый уже чувствует партнера, и партнеры чувствуют друг друга и видят, когда кто-то не может подобрать слово или не может вспомнить слово, затрудняется, и в этот момент помогают друг другу. Утверждение номер 18. Правильный ответ B. Утверждение этой мысли встречается только в письменном тексте. Только в письменном тексте говорится о том, что среди прочих навыков, которые требуются развивать переводчику навык восприятия и понимания разных иностранных акцентов один из них. Поэтому здесь правильный ответ B. Термины конференц-переводчик и синхронный переводчик употребляются в тексте как синонимы. Это утверждение верно и для письменного, и для устного текста. Правильный ответ A. На слайде представлены цитаты из обоих текстов, и мы видим, что взаимозаменяемые термины поэтому данное утверждение поверно и для письменного, и для устного текста. Утверждение номер 20. Правильный ответ C. Эта мысль встречается только в устном тексте, потому что только в интервью заходит речь о передвижениях, перемещениях и смене локаций переводчика. Синхронист рассказывает на своем примере, как перелеты добавляют стресс в его жизнь. И, в общем-то, цифры, количество времени, проведенного в поездках, подтверждает утверждение о том, что работа синхронного переводчика включает, требует очень много командировок и передвижений. Утверждение 21. О том, что переводчикам нужно быть спокойными и стрессоустойчивыми, соответствует и письменному, и устному тексту. Правильный ответ A. Мы находим подтверждение этому в письменном тексте. И так далее. В интервью переводчик говорит о том, что Нужно быть очень спокойным, даже расслабленным, чтобы никакие волнения не могли поколебить вот это состояние. Утверждение 22. О том, что хороший переводчик имеет чувство о стиле, всегда чувствует регистр, в котором выступает спикер. Эта мысль не встречается ни в одном из текстов. Безусловно, хороший переводчик действительно имеет этот навык, однако конкретно об этом навыке ни в одном из наших текстов речи не идет. Утверждение 23. Последовательный перевод более сложный, чем синхронный. Корректно это утверждение только для устного текста, правильный ответ си. Как мы видим цитату, синхронист в интервью говорит о том, что последовательный перевод более тяжелая работа и больше сил от переводчика она требует. В письменном тексте такого сравнения не приводится. Утверждение 23. 24. Правильный ответ D. Эта идея не встречается ни в одном из предложенных текстов. Мысль о том, что самое сложное в синхронном переводе это переключение между французским и английским языком. в устном тексте синхронист упоминает французский язык, но, как мы видим из скрипта, речь здесь идет совсем о другом. Он говорит о том, что самый сложный элемент работы это работа с юристами, которые очень хорошо говорят на французском и сложность представляет их профессиональной терминологией. Утверждение 25. также является неверным и мысль, представленная в этом утверждении, не соответствует ни одному из предложенных текстов. В письменном тексте в принципе не идет речи о переводческой кабине в устном тексте. Переводчик упоминает работу в кабине и говорит о том, говорит как раз об обратном. В кабине чувствуешь себя как в безопасности, в своей собственной атмосфере, в своего рода коконе и это создает гораздо более комфортные условия для работы, а не добавляет лишний стресс. Поэтому утверждение 25 неверно ни для одного из текстов. Правильный ответ в этом задании ДИ. Переходим к следующему блоку заданий, задания на чтение. В вопросах с 26 по 30 вам нужно было заполнить пропуски в тексте и подобрать, образовать новое слово из предложенных основ, которое и по смыслу, и по конструкции синтаксическое предложение подходит в данный конкретный контекст. В пропуске номер 26 вам нужно было прилагательное, образовать прилагательное learned, которое означает образованный человек. Обособленный оборот physicist or philosopher дает вам подсказку о том, какой именно man должен быть образованный человек. который, в общем-то, пишет трактаты и так далее. В вопросе 27 вам нужно было существительное dismissal, которое означает увольнение. Как мы видим в абзаце, в абзаце говорится о пунктуальности, о реакции на временные рамки и о том, что опоздание это грех, а систематическое опоздание может стать, может привести, может стать условием для увольнения. Именно dismissal существительное здесь нужно было употребить. следующий вопрос 28 таймер для отчета времени впервые только в 1970 годах стали показывать сотые доли секунды. вам нужно было числительное числительное во множественном числе сотые доли секунды. Хандридс правильный ответ. Гэп 29 вы по конструкции предложения понимаете, что вам здесь нужно существительное и существительное здесь нужно в значении последствия, смысл для культурных ценностей, для социально-политической организации общества и для личности в целом. И такое слово с таким значением у нас есть, это слово implication. Как правило, в этом значении оно употребляется чаще всего во форме множественного числа, но мы допускаем и форму единственного числа тоже. Следующий гэп, в который нужно было заполнить пропуск 30, здесь тоже нужно существительное и этот отрезок говорит нам о том, что механические часы побудили человеческое человечество стать более внимательными благодаря появлению механических часов. Люди стали более внимательны относиться к течению времени. Passage of time мы хотели, чтобы вы здесь увидели. Вариант the passing of time тоже возможен в американском английском, поэтому его мы тоже принимаем. Следующая группа вопросов к тексту предполагала соотнесение утверждений на предмет информации, присутствия информации в тексте, противоречия или корректности. Утверждение 31 о том, что общая для всех своего рода коллективная количественная оценка времени позволяет обществу жить в определенном порядке, в определенном укладе существовать. Это утверждение является верным, поскольку в тексте мы находим эту мысль, которая перефразирована, обратите внимание, с помощью метафоры. A common language of time measurement. И без этого общего для всех языка, как мы видим, общество, цивилизация, какой мы ее знаем, не может существовать. urban life and civilization as we know it would be impossible. Правильный ответ A true. Следующее утверждение, утверждение 32, в котором говорится о том, что восприятие времени определяется теми условиями, в которых живет человек. Это утверждение соответствует информации, представленной в тексте. подтверждение этому мы находим в данном абзаце, где автор сравнивает жизнь в сельской местности и жизнь в городе. В сельской местности время человек определяет по знаком природы, по ритмам природы, по природным явлениям, рассветы, закат. А вот как раз в городе человек ориентируется на часы и время определяет по часам. Утверждение 33, правильный ответ C, not given. Утверждение говорится о том, что для взрослых время бежит быстро. Однако в тексте мы этой информации не находим. В тексте есть информация о том, что время медленно течет для детей. Однако о том, что оно быстро течет для взрослых информации нет. Об этом в тексте не сказано, поэтому данное утверждение имеет статус not given. утверждение 34. Способы измерения времени до появления механических часов были неточными. Утверждение не соответствует информации, представленной в тексте. Правильный ответ здесь будет B, false. Как мы видим из отрывка, способы измерения времени, такие, как песочные часы, солнечные часы, они были также точны, at least as accurate as the early mechanical clocks. Также они были точны, как и первые механические часы. Переходим к последней группе вопросов. К текстам это вопросы multiple choice с несколькими вариантами ответов. В вопросе 35 правильный ответ D. Как мы видим, попытки определить, что значит время, предпринимались издавна, но всегда носили характер размышлений и рассуждений. И даже образованный человек, согласно тексту, который мы видим на экране, не понимает, что есть время, а лишь рассуждает о нем. Обратите внимание на синонимы speculation и conjectures. Вопрос 36. Правильный ответ B. Во втором абзаце автор говорит о том, что люди не могут не реагировать на нехватку ограничения ограниченных времени, так как это может привести к серьезным последствиям. Обратите внимание на отрывок из текста. Показатели времени, говорит автор, это своего рода команды, реакции на которых уже заложено в человеке. Если он их игнорирует, то только ущерб себе. здесь у нас есть устойчивое выражение at one's peril, в ущерб себе, в делать что-то, что might be very dangerous, что может привести к каким-то серьезным опасным последствиям. Вопрос 37. Правильный ответ с автор говорит о том, что отношение детей ко времени напрямую зависит от их родителей и формируется в раннем возрасте. Дети воспринимают время через родителей и вообще этот текст и говорит нам о том, что это восприятие обусловлено родительским восприятием времени. имеется ввиду родительское. Вопрос 38. Правильный ответ B. В третьем абзаце автор говорит о том, что то, каким образом мы измеряем время, зависит от той цели, для чего нам это нужно. Если нам нужно успеть на поезд, говорит автор, то мы будем сверять время с той информацией, с теми временными информационными отрезками и информацией о времени, которая указана в СМИ, по радио, например, или телевидению. А если нам нужно, например, определить точный, практически секундный интервал, то тогда мы будем смотреть в наше электронное устройство, в данном случае, здесь пример телефона представлен, и искать именно с точностью до секунды время. Вопрос 39. Правильный ответ A. Автор говорит о том, что по значению, по своему значению появление механических часов сравнимо с появлением книгопечатанных. В данном случае слова printing press и typesetting являются синонимом. вопрос номер 40. Правильный ответ D. Согласно автору, наиболее значимым последствием изобретения механических часов стало то, что люди стали более ответственно относиться к течению времени и к его измерению. Подтверждение это мы находим в отрезке текста. It is the mechanical clock that has made possible a civilization attentive to the passage или the passing of time. Здесь мы заканчиваем разбор первого конкурса. Благодарю вас за внимание. за внимание.